Начинаем после матч-конференции с участием главного тренера команды Тульбук СКА Кудашов Алексей Николаевич, Тульбук ССКА Петербург Ильич Никитин. Татьяна Николаевич, Ваши комментарии о прошедшей игре? Равная игра, численные, нравится, если я использовал. В принципе, результаты этого сложились. Спасибо. Игорь Негода, я согласен, что с вашей стороны сегодня. На самом деле, в принципе, ребята, которые мастерства, они не характери, служили эти победы, а также я с великими обстоятельствами. Спасибо. Толея, Ваши вопросы. Назадимаем предоставление. Пожалуйста, микрофон, чтобы вы еще слышали Ваши вопросы. Третий микрофон. Моренко, Матч ТВ. Вопрос Игорю Валерьевичу. Обычно бывает так, что пол в раздевалку бьют по психологии пропустивший команды. Тут получилось все наоборот. Что вы делали в перерыве, чтобы добиться этого результата? Ну, мы как раз в том, чем делали. Скорректировали моменты, потому что, как модель, референция, так больше, надо сделать глупость. Я прошусь тоже, правда, в сложных ситуациях. Нашли правильные решения. Поэтому здесь иногда и на дачах надо. Ребята сами приносят. У меня вопрос к обоим тренерам. Получилось так, что сделали ставку сегодня на молодежь, то есть дали ребятам поиграть в молодежную сборную. Которые сговорились, что молодежь выпустился? Или это случайно получилось по каким-то своим внутренним причинам? Ну, у нас и недавно уже. У нас сегодня кто-то заработал. Следующий вопрос, короче. Николаевич, забил своим подходом впервые, добрый. Получалось, на ваш взгляд, он добавляет за последний матч все с ним. Нам кажется, что у него была уверенность в том, что ему, может быть, не хватало, когда в прошлом году начали это. Он много не начался. Сейчас что про него скажете? Молодые игроки. Он развивается младше своих сверстников. Поэтому я думаю, что он с каждой игрой будет добавлять. Всему свое время. Спасибо. Следующий вопрос. Павел, Павел. Да, вопрос Игорь Валерьевич. Как мутирует, пожалуйста, состояние травмированных? Правильно, что Телегин выбыл до конца сезона. О Романах, что с ним? Григориенко и Илай. Ну да, в Орлане сегодня все позвонил из Германии, послал. Все прооперевал. Вот, что касается Григориенко и Илай, они сегодняшний, да, в Задочке, там, в общей группе тренироваться. Что касается Романа, отца не тренируется в общей группе, но состояние у Киева на 100% уже не был готов, и просто, чтобы у нас заявка позволяла собирать все взрослые защитники. Я думаю, что у нас будет уже, надо было бы появиться. Потом еще. А что делать? Секович. Ну, Секович, я вижу, пока проходят курсы реабилитации, я думаю, где я начал ездить, но в лучшем случае. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий капитан. Слеги тоже повреждения. Вот. Ну, про Васильевна я пока не готов говорить. Там, где. А, в последнее время. Алексей Павлович, а по Плотникову? Будут стрелять валют? Следующий матч под опасным? Посмотрим, пока не тренируется. Олег, наши вопросы. Микрофон. Еще один вопрос. Игорь Валерьевич. Вот недавно хвалили Толчинского на одну из предыдущих пят, как я сказал. Сегодня опять у Сергея дубль. Вы видите в нем вообще будущее такое ЦСКА одного из? Вырастает ли он лидера команды именно, на мой взгляд? Есть ли такие мысли? Ну, то, что Сергей сейчас здорово играет и играется лидером, ну, это очевидно, да. Ну, хоккей, ну, вот такая вещь. И женя может доказывать свою состоятельность. Или более такой команды, как у Марска, играется лидером. Но очень много плановых ребят играет. Поэтому, думаю, хочется тоже вам, чтобы Сергей дальше поднялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова